Гремит, а шатается, тросы ржавые, старые. Так выглядит социально важный подвесной мост через реку Катунь. Ветхая переправа, связующее звено между Алтайским краем и Республикой Алтай. Вот только проехать по ней могут лишь легковые автомобили да небольшие газели. Ни пассажирских автобусов, ни большегрузов с продуктами мост не выдержит. Водителям приходится ехать в объезд, а это серьезный крюк. Камазы в основном, дальнобойщики, которые идут в фуру. А бывает, что подъезжают и просятся проехать? Бывает, просятся. Что говорите им? Езжайте через Ай или через Биск. У нас больше дороги нет. Это серьезный крюк. Сколько километров? Ну, до Биска, если они оттуда едут, до Биска опять 100 километров, и там где-то 70 километров. Переправу длиной 315 метров построили в 1989 году. По результатам экспертиз, 2002 и 2013 годов ее признали аварийной. Очень некомфортно. Давно уж пора его сделать. А в чем именно? Вот опасно, аварийно. Да и аварийный он уже сколько лет ему стоит. Он весь гремит, елки, рухнет скоро. Конечно, чтобы большой груз ездить, а то груз не делать. Платовский мост находится в собственности Майминского района Республики Алтай. Местный бюджет ограничен. Ремонт в полном объеме в связи с этим не проводился. Несколько лет назад мост отремонтировали. Проварили сварные швы, укрепили несущие блоки. В результате чего грузоподъемность увеличилась с 3 до 7 тонн. Но этого недостаточно, говорят местные жители. Мост уже не первый год нуждается в более качественном ремонте. Жители неоднократно просили об этом, но лишь на днях людей услышали. На Платовский мост федерация направила 400 миллионов рублей. За счет чего грузоподъемность увеличится с 7 тонн до 17,20. Часть этих средств пойдет на строительство нового моста. Рядом с тем же мостом начнется строительство моста. Этот мост, который он будет, пока неизвестно, когда он будет построен. Он будет тоже односторонним, то есть с одной полосой тоже будет реверсивным. Грубо говоря, две минуты в одну сторону едут, две минуты в другую сторону едут. Работы начнутся летом. По плану новый мост должен появиться в 2024 году. Однако, опять же, если будет финансирование, на новую конструкцию нужно порядка миллиарда рублей. Ну а пока не приступили к ремонту, водители задумываются, стоит ли рисковать или лучше ехать в объезд. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.